Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео я представляю вам вторую часть созвона, который прошел в нашем чате 14 октября, и на котором присутствовал айтишник Евгений и ответил на многочисленные вопросы, которые поступили к нему от слушателей. Вопрос к Евгению как к айти-специалисту. Вот я все думаю-думаю. Вот у нас Василенко, да, вот этот вот герой нашего сегодняшнего созвона. Не мог ли он сам устроить этот скам по поводу вот этой базы данных? Может, как вот он? И если вот вы айти-отдел, да, вы управляли вот этими всеми делами, как бы программными делами, я так скажу, потому что материального, я так понимаю, вы этих денег и не видели, вы выполняли тупо свою работу, тупо айти-специалистами. То есть, а не мог он скам этот сам устроить? И, то есть, ну, по поводу вот этого я хотел... Как вы себе это представляете? Самому на себя натравить правоохранительные органы? Ну вот смотрите, скам же, вот этот скам, его же кто-то устроил. Как вот могли правоохранители органы, как вот какие-то сервера изъять у него? Ну, это же, это все надо зайти домой. Подождите, очень просто. В октябре было открыто уголовное дело. По вашей логике, получается, Василенко сам организовал, чтобы открыли уголовное дело, начали преследование. Евгений же сказал, прозвучала фраза, что будут обыски у 40 человек. То есть, Евгений, видимо, был одним из этих... Ой, не у 40, а у 100. Евгений, 100, цифра 100 прозвучала же, так? Да, совершенно верно. Около 100 человек. И поэтому, с одной стороны, то, что задал наш, так сказать, участник чата, этот вопрос, этот вопрос я уже слышал. Интересно мне самому стало. Я это слышал, этот вопрос слышал на допросе. То есть, люди рассуждали и думали, возможно, что он это сам организовал. Но я не мог понять, для чего он это мог организовать, если он оставил, например, свои активы в виде недвижки и так далее, да, в Питере, ну, в Ленинградской области, как мне показывали, рассказывали. В Москве и в Лондоне. То есть, человек, который, ну, я так думаю, да, и нормальный, вменяемый финансист года, да, в кавычках, он бы как сделал? Он бы все это бы уже продал в какой-то момент, либо не вкладывал бы, если бы он заранее бы, да, планировал. И, соответственно, бы все это организовал, вот этот вести док, и, то есть, все деньги бы какие-то вкладывал бы именно за рубежом. Но зачем в России оставлять вот эти сопли для того, чтобы, я думаю, что он даже не ожидал то, что произойдет. Он был уверен в чем-то, скорее всего, и, думаю, уверен, я, то есть, уверен в том, что, скорее всего, его кинули какие-то люди, которым он доверял, которые ему обещали и которым он заплатил, которому обещали, что все будет окей, ну, с этим уголовным делом. И это уже мое чистое мнение, рассуждение. То есть, у меня другой информации нет, ни от кого я не получал. Это мое мнение, что он просто очередной раз, его кинули какие-то люди из очень серьезных структур. Это мое мнение. Спасибо, Евгений. Ой, да, Евгений, да, тут еще Андрей у нас есть. Да, 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 сейчас я добавлю к словам Евгения. Евгений, я согласен с такой логикой. То есть, если, давайте, предположим, что Роман Василенко делал это все как гигантскую пирамиду, которая раскручивалась 8 лет, и если это изначально планировалось для китка, чтобы собрать большие деньги и всех в итоге кинуть, то согласен, как Евгений сказал, в этом случае Василенко должен был бы в России никакой недвижимости не покупать, а если она у него есть, все продавать и все переводить, как говорится, за границу, там, конвертировать в криптовалюту, например, на холодные кошельки и так далее. То есть, и по факту, получается, раз у него здесь осталась недвижимость недешевая, и он в срочном порядке вынужден был это все делать, похоже, что это для него самого было, можно сказать, неожиданностью. Следующий вопрос. Смотрите, вот давайте разберем теперь текущую ситуацию, да. Открылись базы данных у нас, да, появились, вот эти шаги выполняются, вот, дальше, говорит, вот будет привязка к новому вот этому вот проекту, который у нас, да, лик вот этот, вот там будет вот этот ULDT, вот этот токен, который уже по Binance прыгает, то есть все это отработано, вот, хорошо. То есть у нас здесь в чате, вот сколько нас там, много же у нас человек в этой группе, я же тоже давно состою, вот есть люди, которые уже зарегистрировались на этом новом вот лиге, да, и я вот еще на нем не регистрируюсь, то есть когда эта конвертация будет, мне придется, чтобы регистрироваться, снова платить, так я понимаю, сколько вход будет стоить. Мне вот это вот очень интересно, будет ли это вообще, вот вы как сами думаете, как это все будет происходить? Ну, среди, я конкретно на новой платформе не регистрировался, я думаю, что среди участников чата нас тут 770 человек есть такие, а уж опять же, ты задаешь вопрос, у нас нет машинки для залезания в голову Василенко, как это все будет происходить, только время покажет. Не, я просто не то, что я вот просто размышляю, как вы думаете сами, это вот именно так это все и будет, то есть привязка будет вот именно, как коннект будет с recovery и с лигом, я так понимаю, да, оттуда счета перекинутся на лиг, и то есть мы будем видеть цифры, сможем их выводить на бинанс, так это получается будет происходить. Ну, я еще раз, я возвращаюсь к тексту. У нас есть первый источник, это текст, написанный объявлением 12 октября, это было позавчера, на сайте Hermes Recovery. Что мы здесь видим по поводу именно восстановления, например, вывода? Значит, в первом пункте они говорят, что мы восстанавливаем, производим сверку вот этих баз данных и планируем закончить к 7 ноября. Дальше, а, это во втором пункте. Так, и вот, значит, а в третьем пункте говорится о внутренних переводах. Примерно, открытие внутренних переводов примерно к 11 ноября. Ну, собственно, и все. А вот каким образом будет осуществляться вывод, это вот опять же вопрос открытый. То ли эти циферки из Hermes будут перекинуты на новый сайт, United to Live, и там уже подключен вывод к криптовалюте. То ли блокчейн будет подключен уже на сайте Hermes Recovery, это вот опять же пока информации недостаточно. Ну да, согласен, тут в голову не залезешь. Так, коллеги, есть еще вопросы? Может быть, не вопросы, а кто-то участвует в созвонах с директорами, в каких-то планерках, кто-то, кто есть в новом проекте, может быть, у вас есть какие-то новости более расширенные, помимо того, что вот мы видим на Hermes Recovery. А может, это просто создано для того, чтобы Василенко, точнее, создана, что потому что директора уже не знают, куда им деваться, и они как-то все равно с ним какую-то связь, может, поддерживают, говорят, что люди-то пишут заявление, никто в тюрьму не хочет, сделай хотя бы что-нибудь для отвода глаз. И может быть, вот это вот и есть провокация какого-то рода, может, оттягивание вот этого вот времени или еще чего-нибудь? Ну вот, я зарегистрировался на новом синем сайте, который United to Life, единица, чтобы жить. Там сейчас появилась графа, ну, в грязь, ну, в кнопке обмен, VST на USDT, то есть раньше ее не было. То есть, вот, видимо, как-то подготавливаются к этому. Эта кнопка действует уже давно, есть люди, которые купили доли вот этих акций еще весной, и я спрашивал, некоторые уже даже свои доли сконвертировали в USDT и даже вывели. Поэтому повторю, на новом сайте, да, и вот и вывод работает, остается только вопрос именно для вот участников Гермеса, как это все будет происходить. Ну, Андрей, я и говорю, что VST, это же Гермес, Гермесовская Евро. То есть, VST, ну, обмен на USDT вот так. Я слышал, Андрей, что вот старого варианта Гермеса уже не будет. То я вот в офисе был в Питерском, да, это месяц назад. То я от лидера слышал, что вот VST, Гермеса уже не будет. Да, смотри, нам не нужен Гермес, по большому счету. Гермес, как юридического лица, мы знаем, уже не существует. Людям нужны просто выводы. Вот что по этому поводу говорят. Ну, вот не могу там до конца, вот точно, уже как-то давненько было. Но думаю, что на новой базе все будет. Все цифры переведут вот эти, да, и так далее. То есть... Прощай. А старая платформа уже не будет. Все, что я понял. Ну, кооператив так же будет работать. Ничего такого. Ну, как бы все оптимистично послушал, все нормально, все будет. Юрий, а это вы от себя говорите, или люди вам говорят? Да, от своего лидера нашей дирекции я услышал. Ну, они еще вот приехали с Киргизии, да, то есть там форум был. Причем там и лидеры из Казахстана даже были. Часть там. Немного людей, вот где-то 120 человек. Это именно форум по новому проекту, да? Да не знаю, там по кооперативу, скорее всего, поживили. Ну, что там обсуждалось, я не знаю, просто там, кислоты, небольшие видео. А что там говорилось? Юр, дело в том, что ты вот говоришь, кооператив будет работать, но судя по последним сообщениям председателя Крючика, где он в панике говорит, что у нас в очередной раз изъяли всю документацию там, и эти, я что-то не знаю, с чего такой оптимизм. Ну вот, судя по даже адвокату из кооператива, последнему, да, там, парня, я его вчера слушал, да, что, ну, идет все равно борьба, как говорят, да, тьмой со светом, все равно суд опротестовывает вот этих всех следователей и так далее. То есть судьи уже все равно принимают сторону пайщиков решения пайщиков. То есть все равно, конечно, там идет такая борьба определенная, но я думаю, что все равно пайщики не должны страдать, те, кто вот жилье хотел... Я могу поставить свои две секунды. Да, давай, Евгений. Смотрите, как бы я на стороне того, чтобы все люди, которые получили определенный негатив от того, что натворил Василенко, я как бы желаю им, всем этим участникам этих проектов, чтобы они получили все свои деньги обратно. Я надеюсь, что Василенко опомнился и, наконец-то, начал действовать как настоящий бизнесмен, потому что за последние, грубо говоря, 3-4 года, ну, 5, можно сказать, он, скорее всего, вошел в определенную фазу зоны комфорта, при которой что у нас получается, что человек делает? Человек расслабляется, то есть у него текут деньги, а деньги ему шли огромными партиями. Это я говорю из того, что я какую информацию за последний год получил, проанализировал и сделал вывод. То есть человек зашел в определенную зону комфорта и стал расслабляться, то есть он перестал осознавать реальный мир и как дальше вообще крутить свою компанию в том плане, чтобы все шло таким образом, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, и обезопасить всех тех людей, которые ему верят, доверяют, доверяли. Сейчас он это осознал, это 100%. Осознал до мозга костей, или как там это говорится. Осознал и пытается сделать, вернуть все взад, как он любит это говорить, вернуть все взад. Окей, я желаю, чтобы это вернулось все в такое русло, чтобы люди могли себе вернуть эти деньги, чтобы у него это получилось. Но у меня вопрос другой, точнее, не вопрос, а комментарий такой, почему он это не хотел сделать тогда, когда нужно было это делать, когда у него было все, абсолютно все. У него был прекраснейший IT-отдел, у него был прекраснейший там юридический отдел, бухгалтеры, финансисты, у него все было. Дело в том, что если бы он был, как говорят, финансист года, повторять буду неоднократно это, если бы он это делал, как человек, офицер, то сейчас бы компания крутилась бы, ну, даже не сейчас, а, наверное, через год, через два, она бы была в 10-100 раз мощнее, и у него бы все было еще круче. Но нужно было лишь всего, все, что сделать, это включить бдительность. Бдительность руководителя, лидера, он увлекся тем, что он показывал бдительность и лидерство только в том, что рассказывал какие-то непонятные семинары и так далее. Вот. В остальном, я еще раз говорю, как я человек, который, ну, я ему звонил, по первому звонку он отвечал, были моменты, когда я у него спрашивал, Роман, а что происходит вообще с этой компанией, и почему такие проблемы, почему уголовное дело, почему то, почему это. Женя, все решается, все хорошо, все окей, мы же не в носу ковыряемся и так далее. Мне уже, мой заместитель IT-отдела у меня был, у него были какие-то определенные связи. Он говорил, то есть давай Василенко Роману передадим, у меня есть связи там тоже какие-то. Я ему тоже, ну, мы пытались тоже решить этот вопрос. Говорит, может, какая-то помощь, я не знаю. Мы пытались, как IT-отдел, но, опять же, для него мы являлись каким-то непотребным звеном, с которым считаться, возможно, не нужно было. Но он просчитался. Он просчитался с тем, что с IT-отделом нужно было все-таки считаться, нужно было все это разговаривать, общаться и так далее. Но он, как говорится, знаете, есть такая поговорка... Короля ведет свит, есть такая поговорка, может, грубо сказано, в том плане, что он сейчас себя окружил теми людьми, которые абсолютно ничего не решают. Но ему нужно было, я не постесняюсь этого, так сказать, определения, болван, ему нужно было просто окружить себя другими немножко людьми дополнительно, которые за сердце держали его и которых он кинул в итоге. То есть это IT-отдел. Все началось с уголовного дела, это первый этап, то, что пошло. Второе, что ему нужно было, это обезопасить себя, это поработать с IT-отделом. И тогда бы, если бы он попытался бы, возможно, хорошо решить вопрос с правоохранительными органами, IT-отдел бы обеспечил бы ему прекрасную защиту, работу его проекта. И все были бы сейчас довольны, и не было всего этого кипиша, трэша, негатива, то, что сейчас происходит. То есть смысл в том, что Василенко просто упустил все вот эти узды, как организатор, как лидер, он просто расслабился. Не знаю, что он там делал в эти моменты. Ну, как я помню, он мне сказал такую вещь. Вот началось. Что началось, я тогда не мог понять. Но последующие месяцы это все началось, то, что он сказал, я на себе это все ощутил. И это было очень неприятно. И то, что я ощутил в самом начале, это и повлекло тому, что я по устному указанию заблокировал сайты. Евгений, я согласен с твоим мнением, что действительно есть такое выражение русское «почивать на лаврах». То есть за 8 лет работы компании в целом сложилась уже определенная атмосфера. И более того, на каждом мероприятии там Роману Василенко пели дифирамбы. Он, Роман Викторович, вы сделали нам такую замечательную компанию. Это великая компания. Да вы просто там эти все статусы «человек тысячелетия», «деловая элита России», там «третий человек после Путина» и «Медведева» и так далее. И, конечно, когда человека вот так восхваляют и воспевают, вот, ну, получается, ему кажется, что жизнь удалась, все прекрасно. Но, Жень, вопрос возникает. Вот в начале этого года, в январе или феврале, подключили в кабинете Гермеса вывод, ввод и вывод через криптовалюту. И для меня как раз это был позитивный знак, потому что, как мы знаем, на протяжении долгого времени уже не работал нормальный ввод-вывод, а тут, наконец-то, подключили. То есть я подумал, ну, здорово, наконец-то начали шевелиться. Вот этот вопрос с подключением крипты – это инициатива Василенко была? Или все-таки, например, вы там, как айтишники, или кто-то другой до него достучался? Еще раз повторюсь, Андрей, в том плане, что айти-отдел со своими какими-то, там, новостями, не новостями, а предложениями, инновациями, в том плане, в финансовом плане, никогда не лезли, потому что это не наша тема, абсолютно. То есть у нас была куча, ну, и на тот момент, когда все закрылось, была куча определенных технических заданий, которые мы собирались реализовывать, но это все касалось именно технического отдела, айти-отдела. Ну, каламбур такой получился. В этом плане я хочу что сказать, что все, что касается с финансами, опять же, не имеет отношения к айти-отделу и никогда не имел и не будет относиться. И поэтому ни я, ни кто-то другой не рекомендовали подобный вывод, ну, через USDT, через криптовалюту и так далее, то есть не рекомендовали. Но, как я помню, ко мне обращалась Елена Василенко, это жена, да, Василенко Романа, обращалась по поводу того, что, ну, как это все организовать и так далее. Я этот вопрос перенаправил, помню, на своего зама, и они там занимались, все это делали. То есть инициатива, исходя из этого, как я помню, была, шла от руководства, то есть либо от Василенко Романа, либо от Василенко Елены, скорее всего, от Василенко Елены. Вот поэтому все шло от них. Как они свои проблемы решали, это ихняя задача, понимаете. То есть я помню просто, что были проблемы и так далее, где-то там 9 тысяч заявок на вывод и так далее, то есть начали всякие кипишовать и так далее, что делать, ну, кто должен этот вопрос решать? IT-отдел? Нет, не IT-отдел. А кто? Руководство. От руководства ждали какие-то решения, какие-то моменты, что делать. Я сам предлагал Василенко, говорю, давай я какую-то информацию, так сказать, исходя из своего 27-летнего опыта найду, предложу, распишу и так далее, чтобы компанию вытянуть. То есть, ну, они решили сделать по-своему. То, что получилось, мы все сами видим. Что получилось? То есть, USDT было введено не по мысли, желанию IT, а по инициативе руководством. Я понял. Но, Жень, тогда, опять же, это позитивный признак, то есть это значит, что они сами увидели. Видишь, ты, наверное, сам знаешь по новостям, немало людей там подают сейчас в суд на своих консультантов, потому что они там покупали внутрианку. То есть, когда физические лица друг другу перечисляют на карту или наличкой эти деньги, а потом начинают друг на друга там заявление писать. И, видимо, все-таки у Василенко или у Елены Василенко щелкнуло, что это ненормально, когда в крутой финансовой компании все эти транзакции идут между физическими лицами. И они, наконец-то, созрели, чтобы подключить нормальный ввод-вывод через крипту. И уже, как ты говоришь, дали задание айтишникам именно обеспечить вот такой вот вывод. Секунду, можно вам тут влезу в ваш разговор? Давай, Николай. Вот вы сейчас, пока мысли просто не ушла, вот вы сейчас как раз ведете к тому, и у меня созрел такой вопрос. Вот эти счета, которые находятся на ВСТ, в ВК Вари, вот на этом, вот эти вот циферки, которые мы видим, они чем-то обеспечены? Или это просто фантики? Вот это вот прям такое. У нас есть рубль, они обеспечены золотой, золотым запасом России. Вот сколько денег в России, столько и золота. А вот чем обеспечены вот эти цифры? Вот на самом деле, вот и тут поручка идет. То есть люди друг другу перечисляют деньги, и мы только видим цифры. Чем вот они обеспечены? Вот вы не сдавались этим вопросом? Николай, я этот вопрос задавал в первом же ролике в марте месяце еще. Я извиняюсь, Андрей. Но, Николай, я с вами поспорю. У нас рубль-то, по сути, ничем не обеспечен. Это просто билет банка. Про то, что рубль обеспечен золотом, я даже посмеялся, да. Честно говоря, Андрей, я так даже немного посмеялся. Ну да, да, да. Это просто бумажка, это билет банка России. Там даже герб не как российский орел. Там просто куриша с двумя головами. Там даже аббревиатура полностью не совпадает. Это когда-то в Российской империи у нас были золотые и червонцы. Это да. Так, хорошо, коллеги, не будем углубляться тут в посторонние темы. Вопросы есть еще какие-то? Может быть, к Евгению или комментарий? Можно вопрос? Так, давайте по очереди. Евгения, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вы не думаете, что компания Гермес закрылась просто как обычный банк? Порвав с нами контракты и унесли с собой наши деньги. Вы не думаете так? По-моему, эта мысль возникает у всех с первых чисел марта, когда все накрылось медным тазом. Когда на всех сайтах появилась надпись «Вы попали в пирамиду, пишите заявление в правоохранительные органы». Ну вот тогда каких мы выводов ждем? Я считаю, что новый сайт, который сейчас делается, уже сделали, это просто сайт с нуля. Все, наших денег там не будет, они остались в Гермесе. Ну, это мое мнение. Смотрите, в последнем видео, предыдущем, которое я на канале публиковал, я высказывал, какую мысль. План, в принципе, по восстановлению постепенно воплощается в жизнь. А вот уже высказывали такую мысль, что Василенко еще несколько месяцев назад мог сказать, ребята, вот вмешались правоохранительные органы, нам не дают работать, все арестовано, я в розыске, вон изъяты все там эти сервера и документы кооператива, все, мы как бы работу приостанавливаем. Вот вам новый проект, который уже не имеет отношения к России, он международный, там заходите и так далее. То есть он бы мог это сделать, в принципе. Но, насколько я вижу, какие-то телодвижения на сайте Гермес Рекавери идут. Конечно, вы можете сказать, может быть, это все для отвода глаз. Может быть, я спорить не буду, потому что еще раз, я уже говорил в своих роликах, есть две диаметрально противоположные точки зрения. Одни говорят, вы что, ребята, вас уже кинули всех, давно развели, Василенко сидит за границей, там гуляет на ваши деньги, а вас, как говорится, над вами прикалывается и рисует вам тут непонятные фантики. Как бы это одна точка зрения. Есть люди, которые безоговорочно верят Василенко и говорят, что это такой великий руководитель, который все вопросы решит, все, ну, как говорится, офицер, человек чести, сумеет все вопросы решить и обязательно всем все заплатит. А вот кто из этих двух категорий прав, это только время рассудит. Спасибо за ответ, но я все-таки думаю, что вот нам показывают последнюю картинку, это последний рабочий день Гермес, видимо, эта запись у них осталась, и все. И на этом все закончилось вместе с нашими средствами. Ну, смотрите, Евгений, я добавлю к тому, что я сказал, ведь, насколько я понимаю, достать вот эту базу и восстановить от Василенко понадобилось, ну, немало усилий. Тот же Евгений, который сейчас с нами здесь присутствует, айтишник, еще весной говорил, что, ну, для Василенко, если он хочет эту базу достать, это задача, ну, проблематичная. И Василенко мог бы просто этого не делать, а сказать, ребята, вот произошел форс-мажор, все, старые проекты не работают, вот вам новый проект. Но они все-таки что-то делают, какие-то телодвижения, а что из этого получится, ну, посмотрим. Ну, я думаю, может, чтобы ажиотаж не делать среди людей, чтобы люди за ним опять шли, опять покупали вот эти токены внутренние. Я думаю, для этого он рисует эту картинку зеленую. Ну, вот и все. Ну, смотрите, сейчас, Николай, я мысли скажу. Смотрите, давайте немножко в будущее перенесемся. Вот в сообщениях, которые на сайте Гермес Рекавери написаны, там упоминаются даты 7 ноября и 18-25 ноября. Давайте предположим, что один вариант к обозначенным датам, то, что они запланировали, будет выполнено. Это что будет показывать? Это покажет то, что действительно они, у них слова не расходятся с делом. Так. А второй вариант, если, например, вот это написано, а прошел октябрь, прошел ноябрь, и ничего из вот этого текста, ничего не выполнено. Тогда, конечно, это будет показывать, что просто компасируют мозги и тянут время. А вот что произойдет в ноябре, то есть будут ли эти слова подтверждаться делами, покажет время. Напомню, что пока действительно те вот эти объявления на сайте Гермес Рекавери, я и сам на самом деле не больно-то в них верил, но, тем не менее, видите, факт остается фактом. Мы сейчас можем в кабинеты Гермес Рекавери зайти и увидеть те циферки, которые у нас были в феврале. То есть слова не расходятся с делами. Что касается последнего объявления, ну, посмотрим. Николай, говори. Вот, и я, Евгений, еще раз вот вас сейчас послушал. Вот, да, если сравнивать, вот я тоже был в проектах, ничего не могу сказать, и рефералки, все это все прошло, и все было. Вот если взять тот же Ройклуб там, да, вот, с Финника, вот если у них конец пришел, он пришел без, все, скам, и человек посадили там все там в кредитах, а тут какой-то, я просто первый раз с таким сталкиваюсь, что тут какое-то, ну, продолжение, как-то непонятно тут все идет. То есть я в таком вообще первый раз. То есть тут на самом деле пункты-то выполняются, если так вдуматься. То есть работа какая-то идет. Для чего она идет? Значит, возможно, чего-то должно произойти, чтобы он вновь восстал, как, ну, там, офицер, я не знаю, что он, может, все-таки хочет доказать свою верность, и потом уже, когда он все выполнит, может быть, и выступит, скажет, я, вот, объясниться перед народом, возможно. Ну, я так думаю. Ну, и по поводу денег. Вот Елена задавала тоже вопросы, неоднократно звучал вопрос, есть ли у Василенко деньги. На мой взгляд, если денег, предположим, нет, то есть вот эти вот циферки, которые в кабинетах ничем не обеспечены, получается, что все вот это восстановление базы данных, это какая-то мышиная возня. Я думаю, вы со мной согласитесь. Какой смысл тратить деньги, кучу времени на вот эту вот возню, зная, что у тебя нет денег вообще обеспечить эти обязательства, да? Вот на предыдущем созвоне, когда мы с Андреем Крындушкиным там общались, или Крындушкиным, как его Евгений называет, да, то есть по словам Андрея, ну, как он знает Романа много лет, он считает, что Василенко хочет выполнить свои обязательства, а другое дело, что он попал в сложную ситуацию, там, кому-то доверился, или что-то там, ну, короче, что-то произошло, что часть денег была потеряна, скажем так. Даже вот, кстати, Евгений сейчас вот говорил, что, возможно, почему это все произошло, что у Василенко была какая-то крыша, какие-то влиятельные люди в правоохранительных органах, которые, скажем, обеспечивали ему защиту, но то ли не смогли, то ли не захотели эту защиту обеспечивать. Еще раз завершу мысль. То есть если предположить, что денег нет, платить нечем, то мне кажется, вот это все восстановление баз данных, вот этих циферок, это просто теряет смысл. И это дает мне основание надеяться, что что-то все-таки есть. Однозначно, я думаю, сказать, пока никто не может, покажет время. Можно вопросы? Да, пожалуйста. Да, добрый вечер. Вот к Евгению у меня вопрос. Он дал понять, что он хорошо знаком с компанией и с Романом, соответственно. И поэтому я правильно поняла, что не один год работали они вместе в одной связке. И, Евгений, у вас не было мысли, что вы участвуете в аферах. То есть вы считали, что это хорошая организация. Вы думали, что все по-честному, и у вас не было оснований думать, что это аферы, что Роман, вы аферисты, что вы аферисты, соответственно. Я правильно поняла? Смотрите, дело в том, что на всем протяжении работы всей, а это с 2013 года, с Романом Василенко, то есть я не получал никакого сигнала, либо что-то подобного, что мы работаем, то есть я работаю в структуре какой-то пирамиды. Более того, что он уверял, что, например, когда были процедуры удаления некоторых консультантов, это еще где-то в 2017 году, их удаляли с тем, что они якобы ввязывались в какие-то пирамиды. То есть поступала информация от руководства сверху, что нужно удалить вот этих консультантов. То есть причина там указывалась, то есть они участвуют в пирамидах и дискредитировали сами себя. После того, как бы я тоже мониторил определенные информационные ресурсы, в том числе и те, в которых выступал Роман Василенко, это на видео каких-то там телеканалах, где он, ну, конкретно высказывался против пирамид. Вы можете это найти на ютюбе и так далее, то есть на каких-то каналах. И, соответственно, я делал во главе, так сказать, меня, в первую очередь, были все уверены и однозначно знали, что мы идем за лидером определенным, который ведет всю компанию, к чему? Ну, к успешному, так сказать, процветанию бизнесу и расширению и продвижению всего. То, что произошло в начале этого года, оказалось, по сути дела, шоком для всех. А это и для штатов, и для нас, для айтишников, и для фрилансеров. Потеряли контакты, контракты и так далее. То есть я только об этом узнал, о том, чем промышляет на самом деле Василенко Роман, только на допросе в ГСУ в Санкт-Петербурге, когда меня два месяца допрашивали. То есть мне все рассказали, объяснили, и после этого, по сути дела, я это все понял. Вот мой ответ. Ну, то есть спасибо, да, большое, Евгений, очень развернуто. Значит, получается, что на протяжении там восьми или стольких-то лет ни вы, ни команда, ни сотрудники, ни консультанты не предполагали, что они участвуют в афере. Все были уверены, что все честно. И получается, что все выводы потом, которые вы делали о том, что ну там афера какая-то была, что-то незаконное, только начались у вас эти подозрения, эти данные появились, только начиная с событий, которые с правоохранительными органами связаны. Правильно же? Вы так сказали? Все совершенно верно. так, как вы меня услышали. Да, это мой был ответ именно такой, потому что у меня тоже, ко мне были вопросы у некоторых сотрудников IT-отдела в течение вот этих восьми лет. У меня ведущий программист спрашивал, а как это все, чем занимается компания и так далее. То есть я передавал ту информацию, которую мне говорил Роман Василенко. То есть у нас есть финансовая компания Гермес, его компания, да, не у нас, а его компания Гермес, которую мы обслуживаем технически и которая производит, благодаря его, так сказать, навыкам и так далее, производит деньги, да, в размере такого-то процента, там, годовых. По сути дела, нам навешали лапшу на уши ровно столько, скорее всего, даже меньше, больше навешали лапшу на уши консультантам, которые потом уже ходили и развешивали лапшу другим клиентам, инвесторам и так далее. Вот мой ответ. Можно я закончу? А, давайте. Да. Ну, то есть по факту получается, что все, кто сотрудничал, да, ну, кто как бы близко общался, все были уверены, что это честный проект. И у всех, у этих людей, у всех у них совесть чиста, правильно? Это потом уже какие-то. Я не знаю, что вы подразумеваете под совесть чиста. Знаете, мы работаем так же, то есть работали с этим проектом, как работают, например, технические специалисты вот этой инфраструктуры, например, с банками, да, там, с Альфа-банком, с Бер-банком и так далее. Что они там делают, Сбербанк и Альфа-банк, нас-то, то есть, ну, айти-отдел-то не информируют в этом, не говорят, что вот мы, давайте, ребята, ознакомьтесь с тем, чем мы занимаемся. Смотрите, мы выдаем кредиты, мы даем деньги, точнее, берем деньги в депозиты и так далее. То есть айти-отделу это не нужно. То есть не нужно это знать абсолютно. Поэтому у нас было точно определенные задания, определенные задания, технические задания, задачи, в которых не упоминалось описание того или иного процесса в том, что, например, мы берем эти деньги отсюда и отдаем деньги туда. То есть нам была поставлена задача такая, например, вот нужно, определенную формулу мы обсуждали. То есть это все было в цифрах, в технических цифрах, и это никак не было видно, что это пирамида, потому что все остальное скрывалось от остального, так сказать, штата, от юристов, от бухгалтеров, как я уже потом понял, в том числе и от айти-отдела. То есть куда деньги девались, где они работали, были ли действительные проценты, никто об этом не знал. на самом деле есть видеоролик, где-то 15-го года, если вы помните, там Соловьев видео... Юр, давай по очереди, Алена, давайте последний вопрос. Смотрите, вот Евгений, из того, что вы рассказали, да, о вашем взаимодействии с правоохранительными органами, получается, что, ну, из ваших слов получается, что наезд действительно серьезный, и этого как бы, ну, никто не ожидал, и к этому не подготовились, то есть в этом, ну, вина определенная и заключается. И, ну, то есть не ожидали, что будет серьезный наезд, а получилось все на самом деле. Правильно? Наезд на кого? Я вот этого не понял. Ну, видимо, на компанию, на кого. То есть вы тоже оказались, попали под руку под горячую, и вас тоже там два месяца допрашивают. Ну, смотрите, я и все видели постановление насчет возбуждения уголовного дела против кого, в первую очередь. В списке там написано Роман Василенко. Естественно, у меня были вопросы, конечно, в первую очередь были вопросы ко мне, в ГСУ. А потом мне начали рассказывать, кто такой Роман Викторович, и кто такая Василенко Елена Анатольевна. То есть после того, как мне все это рассказали, естественно, я уже понял, что я находился все это время в определенной компании, которая вела незаконную деятельность и вовлекала в эту незаконную деятельность десятки тысяч людей. Но никто из этой компании об этом не догадывался, кроме правоохранительного форкана для определенного мальчика. Еще раз повторюсь, что, поверьте мне, у IT-отдела есть определенные задачи, которые они выполняют. То есть IT-отдел. Это ведущие программисты, дизайнеры, дали свои специальности. Ален, вы, по-моему, несколько раз один и тот же вопрос задаете. А вы точно ничего не догадывались? У IT-шника есть узкая задача, которая ему назначена. Евгений уже несколько раз повторил, что, ну, согласно той информации, которая вот у него была, у них подозрений не было, пока он не оказался в правоохранительных органах, и ему не предъявили, так сказать, эти документы. А Юрий хотел что-то добавить. Да, кто хотел? Здравствуйте, меня Редина зовут. Я бы хотела такой момент уточнить, исходя из того, что сказал Евгений. Он действительно работал только по своему функционалу, то есть ничего больше он о деятельности Василенко не знал, он не знал, чем он зарабатывает, он не знал, чем он занимается, то есть в обыденной жизни он только выполнял свой функционал. Касаемо проекта, я правильно поняла? Да, совершенно верно, совершенно верно. Из этого вытекает мой второй вопрос. То есть когда вы попали к органам, которые начали вам рассказывать, кто же такой Роман на самом деле, у вас в голове вот у самого не возникло впечатления такого, что если вы не занимались никогда финансовыми вопросами Романа, и не знаете, чем он еще мог зарабатывать на жизнь, и что мог он купить свое имущество не только благодаря похищению денежных средств, вы взяли и предпочли поверить органам следствия, правильно я понимаю? Просто на веру, без каких-либо доказательств. Потому что доказательство, как правило, должно было быть предоставлено таким образом. Вот смотри, деньги взяты из кооператива, и на эти деньги куплена квартира. Вот таким образом люди должны доказывать. А не так, что приходит следователь в суд и говорит, что деньги уводились в темевой оборот. На вопрос судьи, а где деньги-то, как вы это подтвердите? Следователь ничего не может сказать. Нет доказательств. И вы также предпочли поверить слепо. Смотрите, я не верил слепо. Дело в том, что то, что я говорю, это не относится к ЖК Быствей. Речь идет именно о Гермесе. То, что я уже потом проанализировал, после того, как мне рассказали в ГСУ, то есть у меня спросили, мне сказали, мне показали и так далее. То есть я сделал вывод, как здравомыслящий человек. И не как какой-то ведомый, как многие консультанты, а человек с определенным, так сказать, ну, Василенко знает меня. Я просто так молчать тоже не буду и сидеть. Я сделаю все, чтобы правда вышла на весь уровень, который возможно. И тем самым, значит, то, что мне показали, и то, что я увидел, и то, что я знал, чисто технически. Я в своем видео, не помню, там, февраль или когда было, я все это высказал. Поэтому, пожалуйста, давайте без провокаций, и не надо мне вот эти инсинуации устраивать. Это не провокация. Я просто говорю такие вещи, которые я слышу от Вас. У Вас хватило ума проанализировать конкретно эту информацию, сказать, я не такой простой парень, меня не проведешь. Но 8 лет работать на финансовую пирамиду у Вас не хватило ума проанализировать. Это странно, но сделайте выводы сами, господа. Дело в том, что это не странно, повторюсь, в чем. Смотрите, обратите внимание на то, что когда уже произошел скам этой всей пирамиды Василенковской, год назад это произошло, да, ну, или там раньше, позже, точнее, месяца 8. И многие консультанты, а их много очень, они до сих пор верят в то, что все хорошо, все окей, и поют ему дифирамбы, и продолжают ему петь дифирамбы. Это о чем говорит? Это говорит о том, что этот человек, ну, я говорю про Романа Василенко, что он внушил людям до такой степени вот этого бреда, что о сладкой жизни, что все хорошо, что не только консультанты об этом возомнили, что у них все будет хорошо, но и все остальные сотрудники, в том числе и IT-отдел, все считали, его слова принимали как истину. И когда он говорил, что все супер, все окей, его воспринимали как лидера. Но он, извините, не знаю, там, является это матом, не буду говорить, обкакался. Он очень сильно обкакался и берет всеми абсолютно, и при консультантах, и при инвесторах, и при тех, при теми людьми, которым, ну, в том числе IT-отдел, да, которому, которому, то есть, которые ему доверяли, в том числе в лице меня. То есть я ему доверял. Все, что он говорил, я у него спрашивал, у нас все в порядке с этой компанией? Все хорошо, он говорил, все в порядке. Я говорю, пирамида? Нет, не пирамида, у нас все работает и так далее. Как бы... То, что базу не восстановят? Что-что? Базу не восстановят? Я говорил, пирамида, не восстановят? Ладно, окей, я еще раз говорю. То, что базу не восстановят, ну, когда есть у человека деньги, большие деньги, наворованные деньги, да, не его деньги, это не им заработанные деньги, он не знает, как зарабатывать деньги. Зарабатывают деньги трудом, а какой его труд в этом? Никакого. То есть он что сделал? Понятно, я понял, что вы адвокат, уже 10 минут назад. Адвокат, адвокат. Понял, начало, доказательств нет, понятно. Ну, с юридическим образованием. Доказательств нет, но они есть. Для вас нет. Вы говорите, что вы сели и что-то там проанализировали. На основании чего и чем это подкреплено, ваш анализ? Простите, я вот этого понять не могу. Выснете? Поверьте мне, я здесь не буду выкладывать. Мы не в церкви, я вам верить не собираюсь. Мы не в церкви. Я не собираюсь здесь опубликовать то, что я не имею права. Но оно есть. И поверьте мне... Пока это выглядит так, как будто вы сели вечером под бокальчик вина, о чем-то там порассуждали. Тот человек, который заслуживает за свое отношение к людям, он получит по закону. Уж поверьте, это так и будет. Хорошо. Значит, Регина, я вам пока выключил микрофон, чтобы у нас не было базара и перепалок. Давайте, я готов всем предоставить слово, просто не люблю вот этого там перепалок. Значит, смотрите, коллеги, я хочу вам напомнить, была такая организация Бернард Мейдов. Это был фонд, созданный американцем Бернардом Мейдовом в 1960 году. В 2008 году или 2009 Мейдов признался своим сыновьям, что вообще-то его фонд, который работает уже 48 лет, почти полвека, является пирамидой. Его сыновья были в шоке, потому что как? Как это такое может быть, что фонд, который полвек работает, это пирамида? Ну, одного из сыновей там стало мучить совесть, он пошел, настучал куда следует. Бернард Мейдов был арестован, наверняка вы слышали эту историю, получил 150 лет тюрьмы. Так вот, интересно, если будет время, посмотрите в Википедии эту историю, как это все происходило. О том, что фонд Бернарда Мейдов является пирамидой, знал только он и его бухгалтер. Вот в огромной компании, в огромном фонде, который существует уже полвека, только два человека знали, что на самом деле происходит. Это вот к вопросу, Регина, как вы говорите, Евгения, а как это вы такой умный и не смогли вот разобраться? Я вам больше скажу. Фонд Бернарда Мейдов работал в Соединенных Штатах, где существует такая организация, как SEC, Securities Exchange Commission. Очень серьезная организация, которая контролирует там всех. И мало чего, если вдруг какая-то организация будет делать не то, там устраивают маски шоу и так далее. И каким-то образом Securities Exchange Commission, крутейшая организация с огромными полномочиями, умудрялась допускать, что в Соединенных Штатах пирамида Бернарда Мейдов разводила народ почти полвека. Это вот к вопросу о том, как некоторые рассуждают, «Да, типа мне достаточно было глянуть на Гермес, и я сразу понял, что это пирамида». Ну, хочется таким ребятам пожелать, если вы такие грамотные, так вы наезжайте в Штаты, вас в комиссию по ценным бумагам должны с руками оторвать, потому что они полвека проглядели, не могли увидеть, что фонд Бернарда Мейдов и пирамида, а вам достаточно тут нескольких секунд, чтобы глянуть и все понять. Юрий, ты хотел что-то добавить, пожалуйста, говори. Да, Андрей, ну, я как бы навела такая, вспомнил интервью Василенко Соловьеву, да, когда он ему задавал такие провокационные вопросы, да, как он начинал свою деятельность там сетевика, как он оставил свое училище там военно-морское. Для него это тяжелый выбор был, ну, и там масса других вопросов. То есть, если посмотреть это видео еще раз, найти его в поисковиках, то там можно, вероятно, найти много ответов на вопросы. Я так думаю. А то, что он такой лидер, да, как говорят, сетевой, тем более в финансовой такой пирамидке, то, естественно, он обучался этому, прошел школу достаточно такую большую. И просто это еще его не первый проект. Вот, и я всегда еще вспоминаю историю, как он на больших форумах рассказывал свои вот эти разборки, интересные с предыдущими своими партнерами, да. Вот это, я, по-моему, когда-то это уже говорил, да, вот это меня почему-то настораживало. Почему это нужно было вот говорить во всяком услышании и с большой сценой, на большой сцене, да. То есть, у него есть, видимо, был такой опыт работы. Юр, ты имеешь в виду тот рассказ, рассказ, где он там рассказывал, как его кинул его партнер, и там подставил, вот это? Да, да, да. Ну, на мой взгляд, поскольку мы знаем, Роман Василенко хороший, действительно, спикер, талантливый, и он решил рассказать вот такую сложную ситуацию в своей жизни, когда ему там, ну, подстава, тяжело было с финансами, и приходилось начать с нуля. То есть, и, как бы, видимо, это был такой пример, что вот, если вы там упали, это не значит, что вы не можете подняться. Поднимаетесь и двигаетесь дальше. Ну, тоже он Соловьеву сказал в интервью, да, почему вы к этому пришли? Да, говорит, для меня это был тяжелый выбор, но он выбор это сделал сознательно, понимаете? Потому что он чувствовал себе вот эти лидерские качества, что он может повести за собой людей, да, но прежде всего, как сетевика, а не как финансиста. Вот эти финансовые, он, видимо, не до конца доучился, если бы он стал военным, профессиональным финансистом, он, наверное, больше было бы. Я извиняюсь, переговорю, Юрий, но дай бог на следующем, Санкт-Петербург, по-моему, эту историю рассказывал, как его швырнули, ну, киданули. Дай бог в следующем году он это будет рассказывать про эту историю СЦБ и так далее. Будем, ну да, наверняка книгу напишут, где мы будем читать. Только не забывай, что он в России в розыске, если он здесь появится, он будет арестован. Так что, я думаю, ему не очень-то, наверное, хочется в Россию возвращаться. Регина, вы руку поднимали, я вам включу микрофон. Когда где-нибудь в Дубае. Регина, говорите, если хотите. Да нет, у меня вопросов больше нету на самом деле. Ясно. Коллеги, мы уже почти два часа вещаем. Ну, давай, Алексей. Ну, все, крайне вопрос. Этищики, Евгения, смотрите. Евгений, вы говорите, когда вас задержали и привезли в ДСУ, ну, следственный комитет, вам там, ну, якобы, сняли розовые очки и вы вам какую-то дали информацию по поводу Василенки, что вы поняли, там, розовые очки с вас слетели, то он, там, какой-то суперзлодей, супермошенник, супер, там. Вы не задумывались вопросом? Может быть, вам просто дали ту информацию, которую вы, нужно было вам слышать для того, чтобы вы дали определенные нужные показания для следствия? То есть просто вы кто такой-то, чтобы вам какую-то, ну, раскрывать какие-то тайны, следствия и так далее? Вы обычный, по сути, ну, участник, следитель. Может быть, вас просто спровоцировали, дали информацию, чтобы вы дали нужные показания для следствия, ну, для хода следствия, перспективы, ну, следственного комитета? Смотрите, мне показали много очень информации, очень много информации. Это определенное количество заявлений на, значит, на имя, ну, как мошенника, да, там, афериста, или как это называется, на Василенко и так далее. Плюс показали то, чем он занимается, то, чем он занимался когда-то. То есть всю историю рассказали про него и так далее. То есть рассказали более чем, кроме него, рассказали еще про его жену. Я вообще думал, что, как бы, ну, человек, который вроде недавно был беременный, потом с ребенком и так далее. Потом, как мне Роман Василенко сказал, вот она сейчас в бизнесе, тоже, ну, оказалось, это тоже коварный человек и так далее. То есть я, естественно, не буду рассказывать сейчас вот этих фактов, доказательств, потому что все эти доказательства будут уже предоставлены, естественно, в суде, когда уже окончательно пойдет решение по обвинению насчет Василенко и учиты и так далее. Вот, поэтому я был уверен в том, что то, что он натворил, это действительно имеет место быть, и это истина. И после того, как он сделал то, что сделал, кинул и, так сказать, своих людей, которые сейчас в СИЗО находятся, и сам он почему-то не в России, и, например, еще раз повторюсь, мне, я уже писал об этом в чате, в чате Андрея Жарикова, я писал о том, что в 2019 году, это мне уже об этом сказали где-то в середине, в 2022 году об этом сказал мой сотрудник из IT-отдела, то, что такая информация проходила. Откуда эта информация, это другой вопрос. Но информация в том, что в 2019 году с Василенко Романом Викторовичем встречался оперуполномоченный по Санкт-Петербургу. Кто это, я знаю прекрасно, но имя называть не буду. Он встречался с ним и предупредил насчет того, что, Роман, если эта вся вахханалия будет продолжаться дальше, дальше будет продолжаться, то ничего хорошего из этого не получится. Либо ты закрываешь эту лавочку, либо ты переводишь это все на законную деятельность. Как мне передали, то есть во время этого разговора, Роман Василенко очень сильно испугался. И после этого он уехал жить в те места, где у него есть ПМЖ. ПМЖ – это Доминикана, Кипр, и вид на жительство – это в Лондоне. Где он именно находится, никто не знает. Ну, как говорит Крандушкин, он знает. Вот такую информацию тоже я обладаю. И это о чем говорит? О том, что человек, за которым шли десятки тысяч людей, консультантов, и которому слушали люди, которому верили, очень верили. Я ему вообще верил очень, очень сильно. верил. Я доверял ему и верил в него как лидера. Но этот человек кинул всех абсолютно. Поэтому продолжайте, пожалуйста, по своему мнению, верить ему в эти надежды и так далее. Я надеюсь, что они исполнятся, и то, что он вам все вернет. Я только желаю хорошего. Но повторюсь в том, что помимо вас верили еще и другие люди, штатные сотрудники. Хорошо, Евгений, спасибо. Так, вот Jazz Consulting поднимал руку. Или он вышел уже? Так, ну что, будем заканчивать? Или еще есть у кого-то комментарий? Комментарий есть. Вопросов нет, есть комментарии. Разрешите? Давайте. Во-первых, Андрей, спасибо большое за то, что вы даете возможность высказаться людям с разной позицией. Но это очень подкупает, это очень правильно. А во-вторых, скажу, Евгений, спасибо большое за ваши откровенные комментарии. И, ну, поясню немножко. Я не имела в виду, что вот вы знали и никому не сказали. Нет, я совсем не ту мысль в своей голове растила. Я наоборот понимала, что и вы не знали, и у вас не было никаких подозрений, что это плохая компания. И ни у кого из этой компании не было таких подозрений. Поэтому, ну, я просто поясняю свою позицию, что у меня к вам нет никаких претензий. То есть вы не знали, и никто не знал, собственно. И сейчас до сих пор непонятно, есть ли деньги, нет ли денег. Сразу скажу, что по поводу счетов я, ну, ничего, не понятно. То есть есть они, нет их вообще никаких комментариев не может быть, потому что нет никакой достоверной информации. Ну, то есть по факту, что да, что-то делается в кабинетах. Но я хочу сказать по поводу кооператива. Вот кооператив меня как раз очень трогает, очень заботит, ну, потому что у меня там есть свой личный интерес, в том числе в кооперативе. И вот то, что касается кооператива, мы можем, ну, видеть налоговые отчетности, там какие-то бухгалтерские, ежегодную. Ну, то есть очень много есть фактов, которые говорят о том, что кооператив это реальная нормальная организация. И в данный момент, то есть что этой организации, ну, вот как тоже сказал Евгений, был, наезд оказался серьезным, да. И то есть мы видим по факту, что деньги на счетах есть, что имущество есть, но пользоваться этим не дают. То есть собственникам, пайщикам никому не дают этим пользоваться, хотя они по факту есть. И у меня единственная такая вот мысль возникает, что это было бы очень логично посмотреть на кооператив, вот как на ситуацию в замочную скважину, да. То есть мы не знаем, что там происходит за рубежом, там что там и как, но судя по тому, что в кооператив это хорошая организация, судя по тому, что у них есть настоящие активы, настоящие деньги, и им создали настоящие проблемы, которыми, ну, не могут сейчас пользоваться, да, люди, то, соответственно, ну, вполне логично предположить, что у других организаций такая же сейчас история, что все есть, но пользоваться не дают. Ну, мне кажется, что это логично. Хотя факты есть, конечно, только по кооперативу. То есть фактически мы проверить можем только это. Спасибо. Можно я секунду, секунду такую сделала. Алена, смотрите, в моих высказываниях, то, что я говорю, я говорю лишь только правду. Это как есть. По поводу кооператива, вообще вопросов никаких нет, потому что я после того, как произошло все это, я начал, ну, как человек с определенными аналитическими способностями, опыт у меня достаточно большой, и я начал искать информацию, изучать и так далее, со всех сторон, то есть негативность, позитивность и так далее. А по поводу кооператива ЖК Бествей, я не увидел вообще никаких отрицательных сторон. То есть я вижу, например, как человек, который тоже не просто IT-специалист, программист и так далее. У меня, я один из родоначальников коммерческой деятельности в интернете с 2000-х годов. Вот, поэтому я увидел, например, то, что тут действительно есть изюминка того, что, да, здесь можно работать и продвигать, и здесь произошел какой-то прецедент определенный, который, возможно, исправится в лучшую сторону, позитивную, возможно. Вот. Но всю дорогу, я говорил совсем о другом, всю дорогу я говорил о компании Гермес, где Василенко построил, то есть вот этот Гермес, это является слабым звеном, где Василенко просто расслабился и испортил жизнь десяткам тысяч. И поэтому, как бы, вот о чем речь идет. И поэтому за жабры его и взяли. Евгений, вопрос вот у меня возник. Ты сам сказал, что, допустим, когда Василенко предупредил, что будут обыски, да, и ты, ну, спросил, а что будет со мной, ну, если вдруг там придут с обыском, да, он тебя заверил, что тебя будет ждать армия адвокатов. Но по факту ты сам сказал, что когда тебя привезли в Санкт-Петербург, никаких адвокатов не было. То есть, можно сказать, в данном конкретном случае получилась подстава. И, кстати, сказать, уже несколько месяцев, получается, полгода Измайлов, Соколова и другие находятся под арестом, да, то есть, мягко говоря, получается, Василенко со всеми его связями, знакомствами ничего не смог сделать. Вот у меня вопрос, знаешь, какой, за много лет, что вы знакомы, замечал ли ты и раньше такое, то есть, было ли у него такое обыкновение давать какие-то обещания и, ну, и не выполнять, или все-таки это что-то вот из ряда вон выходящее получилось? Хороший вопрос, Андрей, очень хороший, такой, наводящий на некоторые мысли. Смотри, здесь два ответа у меня будет. Первое, по поводу того, что, какие у нас были с ним до этого проекта отношения. Отношение было такое, когда мы с ним, я не помню, в каком году, но очень древнем, тоже что-то у нас произошло, в бизнесе. Я помню, что про меня, ну, мне потом люди рассказывали, что Василенко про меня рассказывал, что я очень страшный человек, очень там, чудовище, всех подставляю, там, ужасный, вообще, кровожадный, короче, все, что можно было сказать, все он сказал. То есть, я смеялся, после этих, да блин, да что такое, да почему он так говорил? хотя там речь, ерунде определенной. Вот, насчет всего остального, по поводу, по поводу адвокатов, сейчас я сформирую мысль, и чуть позже отвечу. Ну, еще раз перефразирую вопрос, то есть, часто ли бывало такое, что он давал какие-то обещания, не выполнял, или вот то, что произошло, это, ну, исключительная какая-то ситуация? Ну, еще раз говорю, то, что, когда меня везли, я ему позвонил, сказал, говорю, так и так, ну, ты мой босс, шеф, и все такое, пока у нас договор есть, контракт, решай этот вопрос, ну, влиятельный человек, он говорит, все, окей, значит, прилетаю, тебя сейчас привезут в Полково, тебя встретит армия моих адвокатов, и так далее, то есть, ну, я же представил, там, человек пять будет ждать, и все такое, там, что-то решится, в итоге меня, то есть, мы прилетели в этот аэропорт, и никого не было, то есть, ни одной души, меня конвоировали в ГСУ, ну, и так далее, там уже мозги делали, то есть, ну, вот это, в принципе, в общем, для тебя это был неприятный сюрприз, скажем так, да? Это для меня было, как, знаешь, ржавым ножом в сердце, после этого я перестал ценить Василенко Романа, как человека, лидера, как человека, который говорит вот эти красочные речи, и так далее, то есть, я всегда думал и надеялся, что этот человек поможет выкрутиться из ситуации, либо сказать какую-то правду, типа там, Евгений, тебя ждет то-то, то-то, но он всегда говорит сладкие речи, что все будет хорошо, все будет окей, но, как мы знаем, все вот эти люди, которые ему доверились, а вот что я хотел сказать, значит, был определенный, не помню, где-то в июле, был, была очная ставка, была очная ставка у меня с Измайловым, Измайлов это тот, который держал этот, потом, как я узнал, значит, да, обменник, висточенч, там что-то такое, то есть, я потом проанализировал базу, не базу, а эту, выписку, у меня просто выписка есть, базы нет, я посмотрел выписку, которую я уже высылал, кстати, на одном из чатов по Василенко, и посмотрел выписку по этому, по Измайлову, то есть, у Измайлова самое большое количество транзакций из всех вообще клиентов в Гермесе, об этом я узнал буквально где-то может месяца три назад, четыре назад, когда, ну, стал интересоваться, анализировать, чтобы понять, что происходит на самом деле, вот, и когда у нас была очная ставка, я к чему говорю, его адвокат, его адвокат на очной ставке, да, это было в СИЗО, все это происходило, его адвокат, когда очная ставка закончилась, сказал, что, Михаил, не беспокойтесь, все будет хорошо, следующий месяц будет, там, в домашнем аресте, то есть, это было, то ли в июне, то ли в июле, точно не помню, вот эти месяцы, то есть, до сих пор, на данный момент, на данный момент, у нас октябрь, да, на данный момент, все эти люди находятся в СИЗО, и никаких домашних арестов нет, это говорит о том, что все вот эти адвокаты, которые прикреплены к тем, кто сидят в СИЗО, они все заинтересованы в том, что они знают, кто заказчик того, чтобы защищали этих людей, они знают, что у Василенко есть куча денег, а исходя из этого, что адвокаты умеют делать, как мы все знаем, они умеют выкачивать баблишко, да, вот, и они будут обещать, рассказывать и так далее, и все остальные, кому они будут обещать домашний арест на следующий месяц, они также будут продолжать сидеть, вот, поэтому Василенко продолжает, возможно, проплачивать их, либо там Измаилов проплачивать, или кто, но факт того, что им, ну, не суждено выйти оттуда, пока не состоится суд. Понятно. Евгений, вот смотри, ты упомянул такое, что вот Василенко, да, любит красиво говорить, это, ну, никто не спорит, Роман Викторович, красноречивый оратор, но бывают в нашей жизни такие люди, которые поют красиво соловьем, да, но дела их показывают, ну, так сказать, дела не соответствуют словам, и вот потому, что я услышал, как ты сказал, что для тебя было неприятной вот этой неожиданностью, как ты говоришь, ржавым, ржавым ножом по сердцу, да, вот эта ситуация, то есть это меня наводит на мысль, что за много лет вашего знакомства все-таки у Романа, скажем, по отношению к тебе, ну, никаких проблем не было, я имею в виду, что обязательства, которые он давал, все выполнялось, ну, если я правильно понял, то есть у тебя сложились, ну, достаточно доверия к нему, что, ну, что ты верил, что так и будет, раз он сказал, будут адвокаты, они будут, так я понял. Андрей, у меня абсолютно сложились, точнее, у меня сложились абсолютно доверительные отношения с этим человеком, и я всегда верил в то, что он, как сильная личность, поможет, естественно, выйти из этой ситуации, потому что все, когда какая-то ситуация происходит, обращаются к кому? К сильному лидеру, то есть к шефу, к боссу и так далее, да, вот это и происходило, и когда я узнал, что меня тупо кинули, то есть я шел, за всех отвечая, то есть я ответил за всех, за всех 30 айтишников, которые были в моем подчинении, распоряжении, я ответил за всех, в течение двух месяцев, и василенка пальцем не ударил, чтобы как-то помочь выкрутиться из этой ситуации мне, то есть он все забыл, ну я сказал, окей, если ты забыл, тогда тварь получает такое. Ясно. Можно на комментарии вставить? Вопросы не ответили. Давайте, Регин, пора уже заканчивать, последний комментарий давайте. Я буквально прям вот скажу. Значит, смотрите, у меня все голосовые Евгения сохранены, я их прям себе в сохраненке складывала, думаю, пригодится, и вот пригождается. Вот Евгений сказал, что вместо того, чтобы встретить армии адвокатов, меня в аэропорту, или где он там был, меня конвоировали, значит, в ГСУ. Я не совсем поняла логику, да, то есть он приехал в аэропорт, там не был адвокат, то есть его там ждали люди другие из ГСУ, я правильно понимаю? Какая сцена произошла, что вот Евгений говорит, между тем, что меня не встретили адвокаты, и меня конвоировали на допросы, что там произошло между сценами, что у Евгения так резко поменялась ситуация. Вот это мне первое, что непонятно вообще. Ну и второе, я вот слушаю, все это время, сейчас, да, говорю секунду, я вот слушаю, у меня вообще не складывается картина, и спасибо, Андрей, за вопрос по поводу того, что вы спросили, был ли повод не доверять Роману, то есть кидал ли он раньше, и Евгений капец как замялся, потому что он прекрасно понимает, что Роман его нигде не кидал, и когда он сказал, я сейчас подумаю, как вам ответить на этот вопрос, мне все стало понятно, почему я вот слушая два часа эфир, ни одному слову его просто не верю. Вот вы меня можете пристрелить, я не верю Евгению, ни одному его слову, спасибо. И я тоже не верю Евгению. Хорошо, Евгений, пожалуйста, свою точку зрения можешь озвучить. Смотрите, ну, можете верить, не верить, я еще раз повторяюсь, Василенко вкрался своим доверием ко всем вам, поэтому кто-то здесь в списке, купленный, кто-то не купленный сейчас, секунду, а то, что я отключился, это мне нужно было просто отойти на 5 секунд. Второе, значит, что произошло, я приехал в аэропорт, еще раз повторюсь, конвоированный. Конвоированный, это означает то, что со мной ехали люди и следили за мной в количестве 9 человек. То есть это были опера, следователи и так далее. Там люди, которые, то есть меня осторожили, или как это по-другому там называется. Евгений, я правильно понял, то есть это сотрудники ГСУ, которые из Питера за тобой в Краснодар приехали и тебя там забрали, да? Да, более того, то есть это не просто забрали, меня еще мурыжили около суток. То есть в Краснодаре в квартиру приехали с понятыми и так далее. Все это происходило около суток, больше суток даже, да. После этих суток были взяты, куплены билеты, и, соответственно, меня транспортировали, и они сами транспортировались в ГСУ непосредственно. Слушай, Евгений, извини, 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 перебью, а почему 9 человек? Ты мне напоминаешь какого-то суперкиллера типа Джона Вика, которого меньше, чем 9 человек лучше не посылать, да? А это уже вопросы не ко мне, поверь мне. Я просто сам был удивлен, почему за мной приехало такое количество человек, и как за суперзлодеем каким-то, да? они сами сказали, что мы готовы были тебя там чуть ли не разоружить, там, и все такое. Ну, потом у нас пошло общение, диалог, я говорю, что вообще происходит и так далее. в общем... В общем, они думали, что ты будешь отстреливаться, да? Что-то типа этого, да. Меня искали долго, непонятно, по какой причине, правда. Ну, хорошо. И вот тебя привезли в Питер и сразу повезли в ГСУ, насколько я понимаю, для допроса, да? Или туда? Ну, прямую сразу в ГСУ, да, но я ожидал в аэропорту василенковских адвокатов, которые меня защитят. То есть, то, что то, что на Василенко там пообещал мне. Вот. И этих адвокатов не было. А то, что женщины говорят, что они мне не верят, ну, хорошо. А наступит момент такой, когда вы поверите во все это, поверьте на это, сто процентов это наступит. Ну, хорошо, ребята, спасибо большое всем, кто присутствовал. Думаю, что на сегодня достаточно, больше двух часов, мы тут почти два с половиной уже общаемся. Спасибо Евгению, что нам много чего интересного рассказал. Global Star Club возможности безграничны.